Друзья, день воскресный, день чудесный. И прямо сейчас надвигается тайфун. Все потому, что я нахожусь в Азии. Это Вьетнам, это Нья Чанг. И у меня сегодня будет по-настоящему насыщенный выпуск, о котором я так давно мечтал. В этом сюжете я вам раскрою Вьетнам совсем с другой стороны. Потому что изначально, когда я сюда летел, откровенно говорю, думал, какая-то дыра. От Москвы до Вьетнама порядка 7700 километров. И мне удалось создать по-настоящему большой выпуск. Сегодня мы посетим многоквартирный дом, в котором живут простые вьетнамцы. И даже зайдем к ним в гости. Я свожу вас на центральный рынок, для того, чтобы передать вам весь местный колорит и запахи местной кухни прямо через камеру. Что она там жарит-то такое? Ты почувствовал вообще? Это просто жизнь. Мы посетим местную международную школу, где в том числе получают образование русскоговорящие дети. Пообщаемся с учителем из Америки и из Англии. Безусловно, затронем тему недвижимости. Посетим один из строящихся жилых комплексов, где я вам расскажу и покажу, как здесь можно заработать и как здесь можно прогореть, если вы не знаете правил местного рынка. Прокатимся по городу на вело-рикше с местной вьетнамкой, которая потрясающе говорит на русском языке. Зайдем в подворотник, где вы прочувствуете по-настоящему атмосферу Вьетнама. Я раскрою вам все карты, как я здесь оказался и кто мне помог в организации всех этих встреч. Короче, в этом выпуске будет все, в том числе и цены. У меня очень много информации, и я спешу с ней поделиться с вами прямо сейчас. Давайте я вам сперва покажу жилой дом эконом-класса, в котором живут вьетнамцы, которых нельзя еще отнести к среднему классу, но и в тот же момент прям сильно бедными их назвать тоже нельзя. Пойдемте в гости. Изюминка заключается в том, что вон там за моей спиной уже идет пляж, а цены здесь на квартиры примерно 2 миллиона 600 тысяч рублей на наши деньги и выше. Но пойдемте посмотрим, как это все дело выглядит вживую. Мы поднимаемся на 19 этаж. Особенность этого комплекса в том, что здесь живет очень много русских людей. Вот интересная особенность. Сила того, что вот этот жилой комплекс эконом-класса денег здесь у людей, соответственно, не так много, как в бизнес-классе, логичные вещи. Смотрите, как делают. Чтобы меньше пользоваться кондиционером, ставят вот такую штуку. Ты заходишь домой, вот эту закрыл, открыл дверь, открыл окно. Здесь окна открыты, да, по сторонам. Если вы посмотрите, мы прошлись. И таким образом у тебя образуется, как минимум, хотя бы, хотя бы сквоздячок. Ну, а вот за этой дверью нас встречают квартиры площадью чуть меньше 60 квадратных метров, которая идет по цене 3 миллиона 120 тысяч рублей на наши деньги. Но при этом, я говорю, за 3 миллиона отдаст? Отдаст, конечно. Короче, сам факт того, что нужно встречаться, как и везде, и уже по факту торговаться. Заходим. Вот такой зал. Смотрите, какой вам диванчик. Я говорю, это вот вторичечка. Это когда, типа, от бабки покупаешь у нас в России квартиру. То же самое примерно здесь. Вот она какая. Ну, потолки, в принципе, высокие. То бишь, не там 2,20. Зал с кухней объединен. Проходим с вами. Я просто потихонечку, прям от первого лица сниму. Вроде бы мы с вами такие раз. Идем, идем, смотрим квартирку. Она, само собой, убитая нахрен. Купить и заехать жить, ну, кто-то, может быть, и согласился бы. Но я говорю одно, что это нужно прям делать полноценный, такой капитальный ремонт. Спальня. Казалось бы, у тебя есть отдельная спальня. Без окон. Соответственно, откуда здесь браться к кислороду, непонятно. А так висит вон кондей. Ну, короче. Чисто пришел, переночевал. За столом посидел. И на работу. На рисовое поле. Но это шутка, на самом деле. Потому что те, кто работают на рисовых полях, они себе такую квартиру позволить не смогут. Это будет очень дорого. Вот он я. Снимаю вам все. Санузел. И вот здесь отдельно идет ванна. То есть, теоретически, можно стену сломать. А, смотрите, как ванна сделана. Вот, пацаны, вот она Азия, ребята. То есть, ты пришел, в туалет сходил, потом встал и вон там в углу намылся. Вот он у тебя, душик, висит. Ну и вторая комната. Она уже, конечно, поинтересней. В силу того, что как минимум здесь есть окно панорамное. Больше кислорода. Окошко приоткрыл и завалился спать. И спишь ты вот, друзья, вот с таким видом. Как раз все, как вот у нас в плане ЖК, эконом-класса. Или комфорт-класса, как у нас это называют. С видом окно в окно. Вот здесь прям интересно, да? Проснулся и соседу можешь. Как в сериале, друзья. Как вам такой вариант? Вот специально попросил, чтобы помогли найти подобные квартиры, чтобы вам всю красоту показать, все в деталях показать. Фишечка квартиры, это балкон. Как же без него? Он, в принципе, небольшой. Вот такие решетки стоят. Чем тебе, блин, не наши жилые комплексы? Приехал домой, поставил внизу тачечку на парковку. И все, на хаус. Здесь тебе соседи, все как положено. Всех видишь, за всеми следишь. Вот так живут вьетнамцы, уровень доходов которых не низкий и не выше среднего класса. Вот где-то в промежутке кто подзаработал и смог себе позволить подобное жилье. Вы сейчас просто-напросто не поверите. Вот со мной девушка, одна из организаторов моих всех походов. Ей огромное спасибо. Она просто на изи взяла, договорилась с местными вьетнамцами, которые здесь живут, чтобы они нас пустили в квартиру. Не которая там сдается, продается, а квартира, которая их. Мы прямо сейчас по-живому сможем зайти, показать их быт. Hello! Вот эта квартира площадью 70 метров. Потолки здесь порядка, ну, практически 3 метра. Цена квартиры 4 миллиона 800 тысяч рублей. Но это вот плюс-минус, как они видят рыночную цену квартиры. Ну, зацените просто их атмосферу, их быт. Обратите внимание, какой у него интересный сделан стол. Да, вот он садится. Все в традиционных оформлениях. Чайничек, чашечки маленькие для того, чтобы можно было попить чайку. Чайкум, чемоданчики у него для передвижения. Здесь его потрясающая супруга готовит обед. Обед прям пахнет на весь подъезд. Санузел первый. Далее мы проходим с вами. Ребята, вон там у них идет комната, спальня. Я уже не буду туда заходить, но вы поняли, да, что как плюс-минус она выглядит. И вот такой интерьерчик. Вот супчик у них, арбуз, зелень. Хай, 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 хай. Мультиварка. Ну, короче, в целом, вот чем-то все это напоминает наши домашние квартиры. То же самое, плюс-минус. Ну вот, зацените, как вьетнамские пенсионеры живут. Выходишь такой утром, вот у дедушки тут то ли ром, то ли какой-то крепкий алкогольный напиток. И пошел. Вид на море. Первая береговая линия, пляж. Мне кажется, этот вид его уже, конечно, не впечатляет. Как вам такое? Вот это просто шикарная возможность ворваться к людям в квартиру, посмотреть реалии быта. Вот мне, конечно, нравится то, что обед. Сейчас время примерно 11.30, скоро будет. А будний день, четверг на дворе. Вот люди наслаждаются жизнью, собираются кушать. Короче, впечатлениями просто меня удивило, когда подходят, говорят, типа, хочешь, давай мы сейчас к людям обратимся, они нас домой пустят. Я думаю, да ладно, ты чего, представляете, просто у нас так, ты сидишь дома, тебе стучатся, говорят, слушай, чувак, мы тут сюжет снимаем. Можно мы к тебе зайдем, просто покажем, как ты живешь? Вот ответьте на вопрос, вы бы пустили бы к себе домой человека с камерой или нет? Ребята, я знаю, что среди вас есть люди действительно заряженные, которые хотят двигаться вперед, развиваться. Но вас посещает одна стандартная мысль. К примеру, вот мне 35 лет, менять профессию в моем возрасте, да куда я сейчас пойду, да как это будет происходить. Хотя многие из вас забывают, что по открытой статистике человек за свою жизнь, как говорят, порядка 7 раз меняют сферу деятельности. И точно так же при смене профессии очень сложно выбрать сферу деятельности, которая будет приносить не только удовольствие, но и, конечно же, доход. И вот как вариант, я вам еще раз советую обратить ваше внимание на сферу IT, которая на сегодняшний день востребована, дает возможность работать из любой точки мира и, собственно, динамично развивается. Тем самым принося деньги всем тем, кто имеет знания и умеет выполнять поставленную задачу. Но и не стоит забывать, что в IT десятки профессий. Вот как понять, какая подходит именно вам? И вот именно здесь вам на помощь приходят ребята из Skill Factory. Ведь они разработали классный бесплатный онлайн проект IT-рентген, на котором вы сможете за 5 минут пройти профориентационный тест и узнать, какая профессия в IT подходит именно вам. После чего вы получите доступ уже к бесплатному курсу, на котором уже сможете попробовать себя на месте аналитика, разработчика, дата-сайентиста и даже тестировщика. И самое главное, что Skill Factory проводит встречи в онлайн формате. На них вы можете проверить свои силы, узнать, подходит ли вам вообще сфера IT, какие специалисты нужны с учетом реалий, в которых оказался мир. А еще на ход ноги, так сказать, получите уроки и практические задания. И все это, не выходя из дома, из любой точки мира. Например, вы научитесь самостоятельно делать чат-бота. Узнаете, кто вы в мире Data Science. Сделаете свою первую игру на Unity. Или же создадите аналитический дашборд. Так что, если ты хочешь узнать, кто ты из мира IT, в каком именно направлении тебе лучше всего развиваться, переходи по ссылочке в описании, проходи тест и меняй свою жизнь к лучшему. А вот сейчас самое время выложить все карты на стол. Я буду максимально культурно себя вести и дам обратную связь всем тем людям, которые мне не поверили, сказав, Блондин, да какая работа, по заграницам летать, кому ты там нужен? Рассказываю все как есть. В марте этого года мы снимали сюжет с одной крупной компанией, IT-компанией, которая занимается услугами недвижимости. У них огромный офис в Москве. Помните такое название Home App? Апа, ребята! Апа, ребята! Где мы находимся? Именно к ним я и приехал в гости для того, чтобы снять полноценный живой ролик. Не так, чтобы вам втютюхивать одну недвижимость, вот только вот про недвижимость. Нет, ребята, мы делаем целое кино. Ну, согласитесь, интересно. Но зачастую у людей возникает вопрос, а как там за бугром, а как там с недвижкой? А если купить, а если продать, а если купить, пожить? Подчеркиваю, вас никто не призывает переезжать на постоянное место жительства сюда. Мы лишь доносим до вас интересную, полезную информацию, чтобы многие из вас, а я знаю, что из вас многие люди с головой, с мозгами любят подумать, расширить свой кругозор. Именно за этим мы здесь и находимся. Я считаю, что эти ролики мега полезны и интересны. Ставьте лайк. Вот для того, чтобы окунуться в местный колорит абсолютно любой культуры, я вам настоятельно рекомендую, где бы вы ни находились, съездить на рынок. Вот подумайте, в нашей стране мы приезжаем на рынки, они бывают разные. Вы их себе в голове представляете. Сейчас мы приехали на рынок Вьетнама, который работает с утра до обеда, потом здесь есть так называемая небольшая сиеста, когда они уходят спать, и еще немножко работают. Вот давайте я вам покажу, как он выглядит. Рынок называется Чосомой, что-то примерно так. Ну, друзья, смотрите, какая атмосферка вас здесь встречает. Фрукты, овощи, зелень, рыба, мясо, цветы, есть абсолютно все. Вело-рикши, при этом все это находится на первых этажах. На вторых этажах, что вы можете видеть, это реальное жилье, то есть в них проживают люди. Вы можете заметить то, что это хаотичное движение, но про движение мы поговорим отдельно. Пойдемте вот в этот крытый павильон, посмотрим, что там продают. Я вам попробую передать запахи и атмосферу. Пойдемте, будет интересно. Атмосферка, конечно, ну просто бомба. Вот с одной стороны может показаться, что антисанитария дикая. По факту я заметил следующее. В Азии я второй раз. Когда ты приезжаешь, самое главное соблюдать простейшие меры. Регулярно мыть руки, с собой иметь антисептик. Это вам очень сильно поможет. Но сами по себе продукты, как правило, здесь действительно все свежие. Ну вы же умеете разбираться. Вы можете взять кусок мяса, понюхать его, рыбу взять, понюхать и понять, что она не стухшая. Тем более, несмотря на то, что здесь постоянная жара, здесь, например, на рынке нет никаких кондиционеров. Это просто факт фактически, что продукты остаются все свежие. Вот свинюшки, хрюшки, лапки, яйца. Ну все есть, на самом деле. С точки зрения питания найти под свой вкус кухню-то без проблем. Это я, к слову, о том, что некоторые, может быть, думают, что когда ты приезжаешь в Азию, здесь какая-то будет специфическая кухня. Конечно, так оно есть, когда вы едите что-то исключительно местное. Но в целом, когда вы приходите в кафе, в рестораны, под себя найти блюда, это вообще не проблема. Ну и есть всякие необычные изыски. Например, можно действительно, как говорят здесь, скушать собаку. Но это не про нас. То есть, подчеркиваю, это на любителя, такое я слышал. Можно найти, например, в ресторане блюдо жаба в кляре. Не мурена рыба, вот это есть, которая полурыба, полузмея непонятная. То есть, такое, знаете, что-то необычное есть. Но пойдемте в рыбный отдел, потому что там будет поинтереснее. Касательно морепродуктов, это вообще отдельная история. Потому что здесь, ребята, это все стоит, ну действительно, копейки. Это очень дешево. Славятся они кальмарами. У них постоянно ловят кальмаров. Когда я летел на самолете, первое, на что я обратил внимание, что с неба ты видишь вечно какие-то точечки, как звезды. А это люди приманивают кальмаров светом и ловят. Очень вкусные, нереально. Вот смотрите, интересные особенности. Вот эти креветки, это морские креветки. Не выращенные где-то там искусственно. Это полноценно отловленные креветки. Они считаются, ну по местным меркам, относительно дорогие. Потому что вот такие креветки стоят 850 рублей килограмм. Ребята, ну это прям максимально свежие, настоящие креветки. Далее, есть креветки вот такого рода. Они поменьше. Это уже 500 рублей килограмм. Ну и, соответственно, можно найти еще что-то из серии, там из инкубатора какого-нибудь. Это будет стоить еще дешевле. Именно поэтому нужно обращать внимание. Куда-то пришли вы, вы можете купить креветки, понимаете, да? Но они, например, там искусственные. Но такие, когда ты их берешь, вот, допустим, на рынках есть там живые, они плавают. Они очень вкусные, очень сочные, прям такие насыщенные, хорошие креветки. Что-нибудь вкусненького, да, наверное, ребята? Давайте, давайте. Уже почистили. Обращаю ваше внимание. Лягушка чищенная 350 рублей килограмм. Лягушка живая, не чищенная 200 рублей килограмм. Ну, вот так посмотришь, друзья, ну... О, Господи, Боже мой. Вот, пожалуйста. Ну, смех смехом, да, кто-то сейчас скажет фу. Друзья, а что фу? Люди едят. И в некоторых местах, там, да, во Франции говорят, лягушачьи лапки отдельно блюда как изыск. Когда-то и улитки казались бы фу. А есть улитки такие, что ты там за них денег отдашь огромное количество. Те же самые устрицы, моллюски. Для одного фу, а для другого, ну, да под вино холодное. Поэтому смотрим. Ну, конечно, когда ты смотришь на живых лягушек, не самое приятное зрелище в понимании о том, что это стоит съесть. Лицо у нее, как у змеи. Обращаю внимание, крысы здесь присутствуют. Все это дело бегает, живет. Вот мясо, котлетки готовятся. Рыбка плавает, живая. Вот обратите внимание, сумочку, друзья, повыше приподнимаем и потуже на поясе затягиваем. Потому что рынки, это вам не Дубай, это вам не какие-то такие развитые страны. Хоть и говорят, что вьетанцы, они все там культурные, спокойные, но здесь воришка есть. Зрелище не самое приятное, потому что он живой. Его всего связали, вон глаза у него бегают. Но вкусно, блин. И когда приходишь в любую кафешку, ресторан, в меню все это дело есть, я бы не сказал так, что купить на рынке это прям сильно дешевле, чем в каком-то кафе. Если кафе стандартного, среднего уровня, там цены будут адекватные. Опять же, может они будут и завышены, но для вас, как там для жителей России, с вашими доходами, это будет крайне дешево. Потому что, вот если я не ошибаюсь, средняя зарплата у местных вьетнамцев в месяц это примерно 200 долларов. Периодически вонища стоит такая, что просто мама дорогая хочется вырвать. Ну серьезно, где-то ты заходишь, даже в рыбный отдел, где прям вот рыбу разделывают, она еще пахнет прям морем рыбой. Фу, бля, пойдем. Еще в момент начала речи в нос ударил такой аромат, что у меня прелись слезы, я действительно думал, что ну все, сейчас вырвет. Блядь, меня чернатуре вырвет. Что она там жарит-то такое, ты почувствовал вообще? Это просто жесть. Фу, ребята. Вот это я понимаю, блин, сюжетик. Я серьезно говорю, мы там сейчас стояли, там такой запах. Я даже не хочу вам его передавать словами, но мне прям аж просто само подошло. Я не любитель вот ходить, знаете, там вот это, вот это, вот это, все в ценах называть. Самые основные продукты. Килограмм картошки 80 рублей. Килограмм лука 48 рублей. Килограмм морковки 48 рублей. Вот и думайте, дорого это или дешево для Вьетнама? Сравнивайте с ценами в вашем городе. Вот я вам озвучил основные продукты питания. Смысл в том, что, друзья, изобилие по овощам, фруктам, мясу, рыбе, специям и прочему здесь само собой есть. Приходи, выбирай на любой вкус. Рынок в Азии это как одна из обязательных точек при составлении вашего туристического маршрута. Эта атмосфера и ароматы запомнятся вам навсегда. Вашему вниманию мясо. Мясо свежая говядина. Вот такой кусочек стоит 650 рублей килограмм. Нюхаешь? Ну, вони нет реально. Но в целом, конечно, атмосферка по рынку своеобразная. Я прекрасно понимаю, что для многих людей... Да как это за границей работать? Да как это? Это же невозможно. Но для многих людей мир это не только одна страна. Значит, смотрите. Сейчас я вам покажу их новый офис. Буквально недавно они переехали со старой локации на новую. И просто вдумайтесь. Все то, что вы сейчас увидите, это 100 тысяч рублей в месяц. Вас встречает офис 85 квадратных метров. Они сейчас только-только обживаются. Появляются первые рабочие места. Но фишка офиса заключается еще в том, что 88 квадратов. Это вы получаете вот эту площадь, и еще у вас огромная терраса. Это исключительно для того, чтобы вы просто понимали, что можно взять в аренду с точки зрения коммерческой недвижимости. Мы находимся в здании отеля-бизнес-центра. Здесь на первом этаже рестораны. Короче, всего здесь полно. У них свой туалет, но на этаже, на террасе. Проходишь. Раквины. И здесь есть два санузла частных специально для них. Вид открывается. Покажи, пожалуйста. Шикарный на город. Здесь же, если зайти чуть за угол, можно увидеть море. Все как положено. Короче, ребята, сказка самая натуральная. Подчеркиваю, что можно взять небольшой офис. Там и за 20 тысяч рублей в аренду. И дешевле. Все это индивидуально. Все зависит от того, какой бизнес-центр вы выберете. Знакомьтесь, Олег. Очень приятно. В первую очередь хочу пообщаться с тобой на предмет жизни тут. Потому что Олег здесь проживает последние 10 лет. У Олега здесь живет жена. У Олега здесь родился ребенок, которому 6 лет. Все верно. Олег, вот расскажи, пожалуйста, нахрена тебе этот Вьетнам, Азия? Почему ты сюда приехал? Почему ты не поехал Америку покорять? В Европу? В Дубай? Либо же остался дома. Вот кратенько, что тебя сюда привело? Ну, я сам из семьи дипломатов. У меня отец очень долгое время работал в Латинской Америке, в Африке. Старший брат работал в Африке, в Эфиопии, в посольстве. И мне очень не хватало вот этого духа путешествия. И хотелось пожить где-то за границей. После института я очень много путешествовал. Я побывал больше, чем в 40 странах буквально там за 5-6 лет. И искал место, где было бы хорошо с одной стороны жить, а с другой стороны заниматься бизнесом. И в какой-то момент я оказался во Вьетнаме и понял, что с одной стороны это не идеальное место для жизни, потому что страна еще только развивается. Но с другой стороны в ней есть огромные перспективы именно с точки зрения развития бизнеса. И я на самом деле чувствую, что не прогадал, потому что когда живешь во Вьетнаме, ты чувствуешь, как все вокруг тебя растет и развивается. Становится лучше дороги, становится лучше медицина, образование, становится больше магазинов, больше развлекательных всяких заведений и так далее. То есть каждый день ты чувствуешь рост и развитие. Меня это очень сильно подкупает. Здесь последние 30 лет экономика на подъеме. И даже вот если брать последние годы, которые по всей нашей планете ударили очень сильно, то Вьетнам был чуть ли не единственной стороной на планете, который показал рост ВВП порядка 3% в 2020 году. То есть если брать все страны региона, ну и в целом все страны по планете, то есть там минус 3-5% это такой средний нормальный показатель. Здесь было плюс 3% уже в 2022 году, то есть в этом ожидается рост экономики на уровне 7-7,2%. То есть да, действительно, здесь вот этот вот рост, который в России чувствовался в 2000-х годах, он продолжается. Нячанг сегодня это туристический, динамично развивающийся город. И многие люди со всего мира, приезжающие сюда заниматься бизнесом, приезжают сюда с семьями, с детьми. А детям нужно где-то учиться. И тут есть международные школы и детские сады. Я вам могу показывать абсолютно разные картинки, красивые и некрасивые. Все это будет в этом сюжете. Вот давайте я вам покажу эпизод из школы, послушайте, как здесь проходит образование, и вы услышите, сколько это стоит. Вы просто будете шокированы. А после я расскажу, как сегодня ребята зарабатывают на недвижимости во Вьетнаме. И многие просто офигеют, ведь все это когда-то было в нашей стране, не так давно. Кто-то успел, кто-то не успел. Но во Вьетнаме это только лишь начинает набирать бешеные обороты. Друзья, это мистер Карл. Здравствуйте. Он из Ингландии. Мистер Карл, у меня больше вопросов для вас. Я говорю английский, но у меня вопрос для вас русского языка. И моя Кристина переводит для вас. Нет проблем. Скажите, пожалуйста, как здесь проходит день обучения? Во сколько он начинается? Как у вас проходит программа? Чему вы учите детей? И во сколько они заканчивают свой день? Учителя начинают работать в 7.45 утра. Мы готовимся ко дню. Готовим классную комнату, доску. Ученики приходят в 8.15 и 8.20. Некоторые ученики приходят пораньше на завтрак. А потом мы все идем на утреннее собрание. Это 30 минут, когда я рассказываю ученикам свой план на день. Что я ожидаю от них? Проверяю их домашнюю работу. А затем у нас проходит урок английского языка в течение одного часа. После чего идет короткий 30-минутный перекус. Ученики могут быстро перекусить фруктами или йогуртом. И немного поиграть на детской площадке. Затем мы возвращаемся еще на один час английского языка. Это чтение, фонотека и немного разговорной работы в группе. А после наступает обед, который длится один час. А потом мы возвращаемся на урок математики на один час. Далее у нас еще один перекус. А затем у нас занятия по физической культуре или искусству. За которым следует урок естественных наук. Мы заканчиваем в 15.30. Теперь у нас появилась возможность заниматься и во внеурочное время. Футбол, танцы, дополнительные занятия по английскому языку. По субботам утром у нас очень популярный урок гольфа. Так что у меня очень насыщенный рабочий день. Дети бывают с разных уголков земного шара. Кто-то из России, кто-то из Америки, кто-то из Таиланда. С любой точки мира. Когда они сюда приходят, изначально они знают свой родной язык. Они начинают расти в новой среде. Ваша школа построена на обучении по английскому языку. Как вам удается ладить с детьми и как быстро они осваивают английский язык? Что ж, у нас есть некоторые правила. В классе мы говорим только по-английски. Стараемся поощрять студентов, чтобы они пытались рассказать мне все, что они смогут. Даже если это жесты и попытка совместить несколько слов и действий в предложении. Но в течение года они слушают английскую речь почти по 7 часов в день. Студенты учатся, особенно мой класс. У меня учатся первоклассники. Мозг воспринимает очень много информации. Они становятся более уверенными. Они растут. И у них также появляются друзья. У меня есть корейские ученики, которые сидят вместе с вьетнамскими учениками. Они помогают друг другу. У меня в классе 8 разных национальностей. Так что для меня здорово слышать их родной язык. Но в классе, да, только английский. И я вижу большой прогресс у своих учеников. Большой прогресс. Я также даю им домашнее задание 2 раза в неделю. Дома они читают книги. И читают их своим родителям. И у меня очень много общения с их родителями. Поэтому, если ученик отстает, я поговорю с его родителями. Пожалуйста, уделите этому еще немного времени. Так что да, родители тоже мне очень помогают. Бывают ученики, которые приходят с нулевым английским. У нас семестр начинается в августе. И у меня есть много учеников, которые вначале не могли сказать ни слова. Знаете, они бывают очень застенчивыми, очень тихими. В течение двух месяцев я всегда вижу улучшения в чтении и письме. И если мне удается сделать учеников радостнее и увереннее, то они начинают хотеть произвести на меня впечатление. Кричат, мистер Карл, мистер Карл, мистер Карл. Они радуются. И это подталкивает к учебе еще больше. Так что да, за 2-3 месяца я вижу огромное улучшение. Тут я хочу привет своему папе передать. Плюс-минус 50% того, что говорит, понимаю. Дальше просто киваю головой и не понимаю. Кристин, ты прожила здесь уже больше 8 лет. То бишь в целом тебе Вьетнам тоже очень хорошо знаком. Я знаю, что у тебя есть два ребенка. Вот скажи мне, сколько лет твоей дочери и сыну? Еве 9 лет дочке и 6 лет сыну. Получается, у тебя Ева ходит в эту школу, а сын тоже уже пошел или вот-вот пойдет? Не, уже пошел. Он в 6 лет у них с первого класса берут в 6 лет. Первый вопрос. Вот мы посмотрели школу, пообщались с учителями. Сколько стоит это удовольствие обучать своего одного ребенка полноценно целый месяц во Вьетнамской международной школе? Слушай, ну мне это обходится 500 долларов на человека, но это все вместе. Это вместе с плата за саму школу, еда и трансфер, потому что мы в центре живем, не в Ангвене. Кстати, может, надо переехать, не знаю. То есть в итоге на двоих тысячу долларов я плачу. Слушай, ну это стоит того. Вот вам, ребята, и Вьетнам. Без какого-либо пафоса. В очень хорошей школе, где люди, обучающие это, носители языка, за 500 долларов в месяц. Ну вы представьте, приехал на полгодика позимовать, отправил детей, но я думаю, что за полгода они очень хорошо подтянут язык. А теперь посчитайте, сколько будет стоить репетитор в Москве и даст ли он таких результатов, как международная школа и общение в среде. Знакомьтесь, мы с вами просто оказались в каком-то американском фильме. This is beautiful woman, Cara. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Правильно? Кара, вы по совместительству являетесь директором школы. Расскажите, пожалуйста, как устроен процесс обучения? Ваша школа интернациональная. У вас очень много детей из разных стран. Как вам удается со всеми найти подход и, самое главное, вложить знания в их голову? Что ж, у нас здесь в Академии Кейси очень мультикультурный ученический состав. У нас может быть до 10 разных национальностей в одном классе, поэтому порой можно услышать речь на очень многих языках. Это один из наших приоритетов здесь – убедиться, что в первую очередь учащиеся не только уважают друг друга, но и себя, и принимают разные культуры, и способны стать теми самыми гражданами мира. Они знакомятся с разными культурами и открыты для сотрудничества здесь, в Академии Кейси. Мы снимаем ролики о жизни людей. Зачастую мы показываем жизненные истории, где человек переезжает из одного города в другой, покупает себе новое жилье. Насколько я знаю, вы изначально родом из Америки, штат Колорадо. Вы проживали там. Вот для вас, как для жителей Америки, это комфортно переехать в другую страну, во Вьетнам, начать здесь ваш карьерный рост или продолжить его, начать здесь работать? Я переехала из США почти 8 лет назад, чтобы преподавать во Вьетнаме в течение одного года. 8 лет назад, понимаете? И я все еще здесь. Я приехала ради небольшого эксперимента в образовании – преподавать за границей. И я продвинулась здесь по карьерной лестнице, потому что чувствовала, что есть масса возможностей. Тут очень гостеприимная культура. У многих наших учителей подобные истории. У нас есть 9 разных национальностей в штате из 10 человек. Так что у нас здесь очень интернациональная группа людей, и мы все понимаем, что значит переехать во Вьетнам. И мы остаемся здесь год за годом, потому что нам нравится здешнее высокое качество жизни. И мы также помогаем нашим ученикам с адаптацией, потому что мы знаем, как это трудно – переехать из другой страны и обжиться. Но мы все сделали это, и мы стараемся помогать ученикам в этом процессе. Вьетнам великолепен от самого севера до юга. Здесь богатая культура, и действительно можно жить очень счастливой, спокойной жизнью. Ребят, нам разрешили походить, посмотреть, что лежит на столах. То бишь, это все с разрешениями. Это не так, что я тут сам лазью без спроса. Учебники по программе Кембриджа. Ну, прикольно. Я к чему это рассказываю, показываю, что, ну, ничего себе, знаешь, Вьетнам – вот чье-то рабочее место, например. Пишут тексты, обучаются. Ну, знаешь, школа как школа, ну, такое все разноцветное, цветное. То есть, прикольно это все наблюдать. Милана написано. Знаете, о чем я сейчас подумал? Ну, конечно же, о своей дочери. У меня дочь зовут Милана. И вот тут такое совпадение. Ну, прикольно. Шкафчики какие-то, видно, личные. Вид за окном, конечно, не самый шикарный, но это и хорошо, чтобы лишний раз в окно дети не смотрели. Ты работаешь последние 8 лет в недвижимость. Расскажи, пожалуйста, по-честному, как здесь происходит бизнес с точки зрения строительства высоток, домов? Как часто здесь застройщики банкротятся, не выполняют свои обязательства? Ну, здесь такая же ситуация. Есть, безусловно, и лидеры рынка. То есть, там есть 10 компаний, которые, каждый из них суммарно уже построил больше 100 проектов. То есть, мы предпочитаем всегда работать только с самыми крупными застройщиками, потому что это один из самых эффективных способов нивелировать риски недостроя, нивелировать риски задержки строительства, низкого качества, отделки и так далее. Вот. В целом, что сейчас происходит на рынке, то, что здесь можно хорошо зарабатывать именно на этапе строительства. То есть, не самые удачные проекты дают минимум 20-25% в год роста капитализации цены апартаментов, которые ты покупаешь, на этапах строительства. Если повезет, и ты вошел действительно в правильный проект, то за год можно получить до 50% легко. А вот здесь, ребята, с вашего позволения, я всегда остаюсь с вами честен и открыт. Смотрите, ребята здесь концентрируются сейчас на инвестиции, потому что они в этом видят плюсы. Мы вам сейчас все это покажем, расскажем. Но я специально делаю акцент для всех тех, что инвестиции – это свои риски. И поэтому, друзья, никто вас ни к чему не призывает. Думайте сами. Многие люди в Москве, да, вот мы с тобой общались, долгое время жили за счет того, что они покупали квартиры на этапе котлована. Одну, две, три квартирки купят, два-три годика посидел, на перепродаже забрал 9 миллионов рублей. Кто по-разному, кто-то больше забирал с одного объекта. И таким образом ни хрена не делаешь, просто перепродал, а ты доволен. Многие над ними смеялись, но эти люди зарабатывают деньги. На сегодняшний день, к сожалению, такая ситуация в нашей стране кончилась. Приостановилась, кончилась, вопрос времени. А здесь получается все от обратного. Здесь совершенно верно, да. Здесь именно на этом сейчас и надо зарабатывать. То есть даже если сравнивать просто с арендным доходом, опять же таки, там в среднем здесь можно получать 5-6% годовых с аренды. Это лучше, чем во многих странах мира. Как бы в целом, с точки зрения недвижимости, это хороший показатель. Но то, где делаются действительно большие деньги, это стройка. То есть на этапах строительства этим пользуемся не только мы, естественно, как бы так устроен в целом рынок. А вьетнамцы очень активно вкладываются в стройку, после этого эти квартиры сдают, на этом идет заработок. То есть эта схема здесь действительно работает и по нашим ожиданиям она будет продолжать работать. Потому что города продолжают расти, люди из села переезжают в города, соответственно им нужно жилье. Опять же таки, здесь страна, несмотря на то, что она достаточно маленькая, особенно по сравнению с Россией, население здесь почти 100 миллионов человек. То есть более не менее сравнимый с Россией, при том, что по площади это в сотни раз меньше. Ребята, я вам предлагаю сейчас переместиться на один из объектов, который строится, который здесь действительно такой, можно назвать его современным. Многим он вам такой вспомнится, потому что нечто схожее с нашими застройщиками есть. Но в силу того, что Азия, уровень совсем другой, с точки зрения оснащения самой придомовой территории. Короче, без лишних слов, давайте сейчас хлопнем и окажемся на месте. Мы перемещаемся в закрытый поселок. Вот смотрите, есть центральная часть города. Я вам показываю карту, где мы находимся, чтобы вы просто плюс-минус понимали. Вот это считается хороший поселок. Здесь есть дорогие виллы, здесь есть отели. Но здесь по-своему атмосфера Вьетнама. Ну посмотрите, тут это, кстати, отель, знаете чей? Нашего акционера канала. Мне написал парень, говорит, у меня семейный бизнес во Вьетнаме, у нас есть свой отель. Прислал мне фотки, мы приезжаем сюда, я думаю, где-то я это уже видел. Он говорит, вот, пожалуйста, приезжайте, всем будем рады. Бывает и такое. Значит, смотрите, прикол, да? Закрытый поселок, где живут состоятельные люди. А тут у нас есть курочки, петушки, чья-то ферма. Ну вот, пожалуйста, мусор налицо. Вот странно, да? Казалось бы, это закрыто, это ваше, должно быть все чистенько, но нет. Вот она атмосфера, знаете, натуральная. Мы находимся на территории коттеджного поселка Анвьен. Это, по сути, единственный коттеджный поселок на первой береговой линии Ничанга. А за нами находится комплекс апартаментов Нью-Галекси на стадии строительства. Ребята, пожалуйста, макетик. Как вам такое? Знаете, что вспоминается? Вспоминается наш пик. Многоквартирный человейник. Бассейн, какие-то эксплуатируемые кровли. На первом этаже коммерческая недвижимость. Паркинг с левой стороны есть, подземный паркинг. Есть вообще вот что должно в нем идти? Ну, вообще во всех вьетнамских комплексах очень развитая инфраструктура. На самом деле даже в жилье эконом-класса всегда есть подземный паркинг, бассейн и так далее. Это считается стандартом даже для эконом-класса. Это же комплекс бизнес-класса. В чем отличие? То есть помимо того, что здесь будет лучше отделка, есть и дополнительные всякие бонусы. Например, на территории комплекса во внутреннем дворе находятся отдельные зоны для барбекю, для жильцов комплекса. Стандартные наборы из бассейна, тренажерного зала, магазинов продуктов, кафе, рестораны и так далее. То есть все, что нужно на самом деле для жизни, оно находится внутри одного комплекса. Тебе, по сути, отсюда можно вообще не выходить. Еще момент, который хотелось бы обозначить. Мы сейчас находимся на полуострове. По сути, с трех сторон мы окружены водой, с двух сторон морем, с одной стороны рекой, с третьей стороны горы. Поэтому из всех окон, всех квартир в этом комплексе открывается красивый вид. Комплекс будет состоять из пяти башен по 20-25 этажей и будет одним из немногих комплексов бизнес-класса в Ничанге в целом и в Ангене тем более. Застраивает этот комплекс компания Хунг Хинь. Хунг Хинь – это один из крупнейших застройщиков во Вьетнаме, который на данный момент реализовал в стране больше ста проектов и суммарно продал больше 50 тысяч квартир. То есть это реально очень крупная компания в масштабах страны, одни из лучших, одни из самых надежных, крупных. Мы много их проектов видели в Сайгоне, в Ханое, то есть в крупных городах-мегаполисах. Наконец-то крупный застройщик пришел к нам в Ничанг. В общем и целом, это на самом деле большая проблема Ничанга была в свое время, то что сюда не заходили действительно крупные застройщики. То есть Ничанг был полигоном для небольших компаний, которые тренировались, пытались что-то сделать в сфере курортной недвижимости. Так как они были новичками, многие были проекты, которые не удавались. Наконец-то мы здесь получили действительно крупную компанию, в которой мы уверены, что у них все получится. Друзья, а вот сейчас я прям специально для вас хочу сделать прикольную смену кадра. Вот посмотрите. Казалось бы, мы с тобой поменялись местами, стояли здесь, встали сюда. Да, и вот здесь вот та самая реальность. Знаешь, обычно, когда рекламу снимают, приезжают, показывают, ой, все классно, классный шоу-рум, у нас все здорово. Но, блин, в данной ситуации через дорогу переходишь, многоэтажный бетонный блок брошенный. Кто это и почему? Ну, вот что бывает, когда неопытные застройщики пытаются сделать первый проект масштабно. То есть во Вьетнаме все хотят сделать что-то большое и красивое. Вот это пример того, что молодая компания зашла на рынок недвижимости и не справилась. То есть это изначально был гостиничный комплекс, строительство которого должно было быть завершено в 2020 году. Но потом грянул ковид, отсутствие инвестиций и проект на данный момент заморожен. Слушай, а вот здесь какие-то гарантии вообще есть? Здесь просто по некоторым странам катаешься, изучаешь, вот везде говорят, вот у нас покупатель жилья всегда защищен. Вот у нас вот прям все 100% будет хорошо. Я слышал, что и во Вьетнаме то же самое, что если человек покупает недвижку, вот допустим купила себе здесь квартиру, и вот произошла вот такая картина, то мне как минимум те деньги, которые я внес, должны, не знаю, оперативно, неоперативно вернуть. Или как это происходит? Совершенно верно. Здесь во Вьетнаме то же самое. Государство обязует всех застройщиков страховать строящиеся объекты от недостроя. У меня у самого был такой опыт. Я покупал себе квартиру в Ничанге, в комплексе, который был недостроен. Но в итоге в какой-то момент, когда стройка затянулась, мне позвонили из офиса застройщика и предложили вернуть все деньги, которые я вложил. Я приехал в офис без всяких судов, разборок, наличностью, вернули все деньги, выписали квитанцию, то что со мной вопрос закрыт. Далее я покажу вам две самые популярные квартиры. Это с одной спальней и с двумя спальнями. В шоуруме они построили полные копии один в один, как они будут выглядеть. Но чтобы наш сюжет был разнообразный, давайте сперва познакомимся с местной вьетнамкой. Прогуляемся и в том числе зайдем к ней в гости. Ролик обретает новые краски, потому что мы перемещаемся ближе к центру, где нас встречает замечательная девушка Зеонг. Это настоящая коренная вьетнамка. Она родилась здесь. Она много нам сегодня чего расскажет, потому что Зеонг изумительно говорит на русском языке, и она училась в России. Правда? Да. Здравствуйте. Зеонг, в первую очередь хотим напроситься к тебе в гости, посмотреть, что у тебя за квартира, как она выглядит, чтобы ты нам рассказала по ценам, чтобы люди понимали. А дальше мы с тобой отправимся прокатиться по городу, заедем в трущобы, и ты, как никто другой, нам сможешь полноценно рассказать, что такое Вьетнам, ну как минимум сегодня. Хорошо. Гоу. Пойдемте, друзья. Смотрите, что представляет из себя это здание. Изначально оно строится как отель. Слева, справа идут номера отелей. Фишка в том, что ты можешь здесь проживать полноценно. У тебя здесь будет кухня, ну вы сейчас все увидите. И фишка заключается в том, что ты можешь отсюда уехать там на год и сдавать ее там посуточно, помесячно в аренду. Презентуй свою квартиру. Заходим через ключ, и тут же нас встречает кухня небольшая. То есть, ну чувствуете, да, друзья, то есть атмосфера отеля, правильно? Да, это как отель. Вы можете его сдавать. Месячно можете сдать под управление. Но ты здесь сама как проживаешь? На постоянной основе? Либо же приехала, уехала? Я в основном сюда приезжаю наездами, и мы сдаем в аренду. Раньше мы иногда сдавали туристическим компаниям. Потом сейчас у нас снимают родители друзей. Они сами из Ханое. Они как бы не очень любят зиму ханойскую. Они приезжают сюда. Позимовать? Позимовать на несколько месяцев. Сейчас они уехали на несколько недель в Ханое обратно. Скоро приедут, но пока я попросила у них на время тут пожить. Слушай, а вопрос такой. А вот если ее сдавать, можешь в рублях, в долларах, как тебе удобнее сказать, в месяц? Или за сутки? Сколько это? В месяц мы сейчас с ним. Это примерно на доллар, где-то около 400 долларов. То есть 400 долларов за нее. А покупала ты ее в каком году? В 2017. За сколько? По вьетнамским ценам это 2 миллиарда 350, но это примерно немного более 100 тысяч долларов. Чуть больше 100 тысяч долларов. Но ты ее покупала, когда еще все строилось? Мы ее покупали, когда только второй и третий этаж строили. А эксплуатацию начали ее сдавать в 2012 году. Полноценные апартаменты в отеле. То есть в некоторых странах, я так уже посмотрел, можно взять просто номер, где не будет ничего. А можно взять вот подобный номер, где у тебя будет полноценная кухня, ну для того, чтобы ты пришел и что-нибудь вкусненькое себе приготовил. Туалет с душем. Кстати, заметил так, что здесь давление воды очень хорошее. Здесь прям душ включаешь, он бьет так бьет. Ну и в целом, понимаешь, это как раз та самая квартирка, а ты приехал, поспать, езди, диванчик есть, телевизор у тебя есть, кухня есть, туалет есть. Что еще нужно? Это вот одному, двум, может быть, там с маленьким ребенком. Ну ладно, это уже лирика, тут вы подумайте сами. А сейчас я вам покажу вид, который открывается у нее из окна. Ранее в подобного рода жилье я вас не водил. Это, получается, апартаменты при отеле, где вы можете жить сами на постоянке, либо же, как Зе Йонг, сдавать в аренду, когда вас нет. Она здесь, в принципе, не живет. У нее есть квартира в Ханое, и также она длительное время прожила в России. А это была ее инвестиция. Интересное наблюдение, что до пандемии Зе Йонг через управляющую компанию сдавала эту квартиру в аренду и получала в год примерно 12 тысяч долларов. А вот эта скульптура, это лотус. Она характеризует, что здесь начинается центр города. То бишь, апартаменты у нее в самом центре Ньчанга. Вот такой откровенный вопрос. К какой категории ты относишь себя, свою семью, своего молодого человека, который в ближайшее время... Это вы среднекласс, вы чуть ниже, чуть выше. По меркам Вьетнама? Ну, наверное, среднекласс, может, чуть немного выше. Мы поднимаемся на 40-й этаж, и здесь нас встречает шикарный бассейн. Вот ты мне скажи, вот ты человек, проживаешь здесь, в Ханой, у вас рядом море, бассейн у тебя в доме. Ты вообще им пользуешься? У тебя вообще желание есть какое-то на море сходить? Мне кажется, что проживая в странах, где моря в свободном доступе нет, все время кажется, ой, утром купаться буду ходить. А у тебя как? Ну, почему? Ну, это мы обычно называем место для чекина. Тут можно, знаете, у нас сейчас же модно вот эти, как лебеди на них пофоткаться, ну, чтобы на инфинити-пул просто. У нас есть очень модная эта тема, и просто можно сфоткаться для чекина больше. Но я так немного на бассейне могу, там, знаешь, минут полчаса поплатить. В основном уходим на море, а потом на бассейн. Ну, то есть морем ты уходишь, купаешься. А загорать? Нет, я не загораю, я вьетнамку. У нас предпочитают белую кожу, поэтому я, если на море выхожу, примерно в 5-7 утра. Вот, а остальное время мы тут тусим уже. Вечером немного уже прохладно для вьетнамцев. Ну, да, интересная особенность, потому что, например, у вас больше, наоборот, ценится, да, как вот я, наверное, бледненький и типа классный. У нас здесь уровень съемки, Стивен Спилберг отдыхает. Я в Москве так не снимал, как тут, смотрите, у нас будет вело-рикша. У нас оператор едет на байке, кайфует, у нас идет сопровождение, у нас, ну, блин, парни, парни, ну, уровень, ну, кино-домино, ну, как не поставить лайк, а? Едем на вело-рикше по центральной улице города, но уходим чуть дальше в районы, где живут, собственно, местные. Расскажи, пожалуйста, как обычно проходит жизнь местного жителя, чем он занимается, что он делает в течение дня, во сколько встает, как вот вообще распорядок идет? Ну, в начале обычно люди стоят 5-6, кто любит море, они выходят на море, покупаются, потому что у нас не любят сильную жару, сильное солнце, вот, потом возвращаются, кто идет в школу, кто открывает свой бизнес, кафешки, магазинчики. Так как тут больше связано с туризмом, то, вот видите, много магазинов, всяких, что-то, ресторанчиков, вот, они работают, открываются и начинают выдавать на завтрак. Слушай, ну движуха такая, да, полноценная, ты на байке ездишь, свободно, нравится кататься? Любил. Какие минусы есть у вьетнамцев, не знаю, может быть, какие-то минусы истории, там, любят выпивать алкоголь, там, не знаю, курят много сигарет, ругаются сильно? Ну, я думаю, что, во-первых, это не очень они пунктуальные, в основном, да, и немного патегисты, то есть для какого-нибудь европейства, который привык жизнь там, знаете, что-то четко делить по плану, для него, возможно, это будет сложно воспринять, вот, а вьетнамцы просто живут и по фэншую, вот. Кстати, раз мы проезжаем мимо школы, вопрос про медицину в целом, есть ли здесь заболел как, все в норм или есть какие-то проблемы? Ну нет, у нас есть больницы, есть бронские больницы, но они хорошие, но инфраструктура у них не очень хорошая, вот, но врачи там, конечно, все очень хорошие, они проходят практику, невозможно обучаться за бежом, вот, у нас есть еще частные клиники, вот, и частные клиники, как бы, они, в принципе, все хорошие, у них хорошая инфраструктура, оборудование и так далее, там просто цена подороже, то есть на нем будет вкус и цвет. Чем ты любишь здесь заниматься, если ты сюда приезжаешь, то как ты проводишь время? Ну я в основном на море катаюсь, а так в свободное время я на параплане летаю, тут у меня далеко от Анчанга есть 15 минут, есть место, где мы можем летать, я иногда с ребятами, то есть, по параплану, сообществе, мы летаем с ними вместе. Слушай, а вот джунгли, всякие вот эти вот горы, насаждения, не любишь туда залезть? Ну я, не то, что, я обычно в трекинг хожу, но уже по таким обделам, по диким местам я совсем не хожу, потому что это, во-первых, ну, сожно, да, и сожно еще. Ну там змеи есть, там крокодилы, не знаю, что-то есть сейчас. Там змеи есть. Змеи. А бывало такое, чтобы кого-нибудь кобру съела? Ну, кусала, да. Кусала? Короче, друзья, мы поднимаемся в горы, тяжело человеку, нас два, пассажира, я думаю, общую картину и атмосферу вы прочувствовали, нам неплохо сделать релокацию еще в какой-нибудь одно из местных местечек, чтобы ты немножко еще рассказала про местный быт, местную жизнь. Вот смотрите, как можно обдурить людей, допустим, я местный риэлтор и вам снимаю рекламное видео серии, приезжайте, покупайте, ну посмотрите, какая красота у вас будет открываться из окна. Мы потихонечку меняемся местами, мы видим зелень, все классно, у вас закрытая территория, вы приезжаете, можете поставить автомобиль возле дома, один из этих домиков для вас, но пойдемте поближе, я вам покажу прикол. Кто-то себе отсыпал здесь площадочку, турнички, можно заниматься, прокачиваться, но перед домом вас встречает вот такая картина, что море есть, так, друзья, смотрим внимательно под ноги, чтобы случайным образом не наступить ни на какую змею, потому что здесь идут камни, по-любому змеи такие места любят. Сам факт заключается в том, что мусор здесь, ну просто пипец, периодически выбрасывает, видимо, какую-то рыбу на берег, вонища стоит тухлятиной, ну просто дикая. Вот мы чуть дальше проходили, осматривались, я охренел, меня опять чуть не вырвало. Хочется задать вопрос, ну если здесь такие дорогие дома, живут состоятельные люди, ну что, неужели нет желания скинуться, поставить какую-то градительную сетку, чтобы сюда не прибивал мусор, потому что этот весь мусор, это все с кораблей, собственно, идет. Ну вот она, всякая хрень, там бутылки, пластик, пенопласт, видите, да? Ну то есть вот это прям очень сильно рушит картинку, идея-то хорошая, все есть для того, чтобы создать действительно райское, уютное местечко, время нужно. Итак, ребята, знакомьтесь, сейчас я вам покажу самую доступную квартиру в этом жилом комплексе. Ну интересно, елки-палки, посмотреть. План квартиры, это 47 квадратных метров, входная дверь, и как нас это встречает? По факту это однушка, но по-нашему это двушка, потому что во Вьетнаме, точно так же, как и во многих странах, зал с кухней не считается за комнату. Мы заходим в квартиру, первое, что нас встречать будет, это санузел, туалет, душ, полноценная раковина, все как дома, все как положено. Далее, здесь у нас небольшой такой закуточек, я бы его назвал, с точки зрения, либо можно сделать дополнительно спальное место, рабочее место. Ну вот, пространство есть, думайте, моделируйте, что бы сделали здесь вы. По левой стороне у нас идет обеденная зона и зал. Места в целом достаточно. Опять же, жарище постоянно, кондиционер висит, то есть ты приходишь и балдеешь здесь по полной программе. Далее, идет спальня. И по сути, такая же полноценная спальня, как у многих в квартирах в Москве, да и по России в целом. Я думаю, она по площади квадратов, наверное, 12 точно есть, потому что здесь получается большая кровать, встроенный у тебя шкафчик. Ну, не встроенный, но большой шкаф, рабочая зона и окно. Так это еще и не все, потому что мы идем с вами на балкончик. Ну, как жить в Азии, условно, или там в любой другой стране без балкона. Он будет небольшой, но тем не менее, это лучше, чем ничего. Просыпаешься, ну, а дальше все будет зависеть от того, на каком этаже ты находишься. А в реале квартира может быть там на 10-20 этаже, и вид, соответственно, будет открываться совсем другой. Ну, естественно, когда все это новенькое, обставлено мебелью, это прям действительно создает какой-то уют. Друзья, напишите ваше мнение в комментарии. Ну, 47 квадратов где-то за границей по-своему выглядит прикольно. Но вопрос всегда возникает в цене. Изначально, вот мне честно, вот на данный момент я не знаю, что сколько стоит. Мне кажется, что Вьетнам, это, ну, обязано быть все дешево. Но при этом эта новостройка будет бизнес-класса, и сейчас она, получается, на этапе фундамент залили. То есть, сейчас только начинать будут расти этажи. Да, все верно. То есть, стройка здесь идет где-то порядка полутора лет на данный момент. Фундаментные работы были завершены пару месяцев назад, сейчас комплекс пошел вверх. А квартира, в которой мы находимся, будет стоить в среднем где-то, если переводить в рубли, от 5 до 5,5 миллионов рублей за 50 квадратных метров. Квартиры здесь идут все с чистовой отделкой и встраиваемой мебелью. То есть, условно говоря, клиент получает квартиру с чистыми стелнами, плиткой на полу, вся кухня, кроме техники, и встраиваемые шкафы в спальных комнатах. Ну и в том числе ванна, правильно? Унитаз, ракур. Конечно, да, вся сантехника, тоже все включено. А можно вообще узнать, например, сколько в этом жилом комплексе, количество квартир всего, и сколько из этих квартир в реальности уже продано на сегодняшний день? Всего в комплексе на все 5 башен порядка 1500 квартир, я не помню точную цифру, плюс-минус 15 квартир. Да, на данный момент в комплексе осталось порядка 80 квартир. 80? 80. То есть, где-то 95% продано на стадии фундамента. Что, серьезно, что ли? Да. Здесь вообще очень живой пример. То есть, вот если, например, там говорить про большие города, про Сайгон, там есть случаи, когда за 3 дня продается 6,5 тысяч квартир в одном микрорайоне. Здесь очень волатильный рынок, очень живая недвижимость. А кто покупает? Вот смотри, нифига себе, друзья, я честно, я думаю, сейчас скажет обратно, что ну пока что только все началось, 80 квартир продано, осталось еще 1420, а тут, короче, раз и осталось совсем чуть-чуть. Кто покупает? Местные вьетнамцы, русские, англичане, американцы, китайцы, кто? Ну, по моим оценкам, наверное, 98-99% покупателей, это, конечно, вьетнамцы. А более того, вот даже если работать со вторичным рынком, то есть у меня был ряд клиентов, которые покупали квартиры в других комплексах на стадии строительства, всегда на вторичном рынке продажа идет вьетнамцам именно. Потому что их просто больше, то есть проще среди покупателей найти вьетнамцы всегда. Ребята, знакомьтесь или вспоминайте, Кристина, компания Home App, с которой мы ранее уже делали сюжет, с которой мы, собственно, давно познакомились, и она пригласила показать вам реалии жизни в Азии, про недвижку, про жизнь, в общем, все то, что снимаю я, все то, что любите вы. Кристина, тебе за это огромное спасибо, но расскажи мне немножко о себе еще, потому что я не знал, что ты, оказывается, прожила здесь 8 лет, у тебя здесь родился сын непосредственно во Вьетнаме, ты знаешь вьетнамский, ты знаешь английский, ты знаешь китайский, ты знаешь русский, ты закончила МГИМО с красным дипломом. Как вам такое? Друзья, иной раз, вот я просто честно хочу сказать, отправляешься за границу, знаешь, гуляешь, знакомишься с людьми, офигеваю, блин, люди попадают, действительно интересно, как вам такое? Расскажи, как ты здесь вообще оказалась, чего вдруг в Вьетнаме-то? В Вьетнаме? Слушай, ну ты имеешь в виду, всем привет, кстати, ты имеешь в виду в самом начале, да, как я сюда попал? Слушай, ну мы в свое время при МГУ, у меня просто были друзья, которые программисты при факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, вот, и они делали поисковую систему еще тогда, 15 лет назад, в общем, вот, вот, и тогда мы решили поехать во Вьетнам, поисковых систем в России на тот момент было очень много, а во Вьетнаме, ну вообще только Google, и в общем, ему было не очень интересно, вьетнамский рынок, ну тут какие-то коммунисты живут, они не очень их понимают, вот, и, соответственно, мы решили здесь делать такую штуку, ну как Яндекс у нас, в общем, да, то есть поисковую систему и браузер, вот, и мы с командой прямо, ну конкретно сюда приехали за конкретной целью, да, то есть, и построили здесь классную такую штуку, наш браузер и поисковая система называется Коп-Коп, что переводится с вьетнамского тук-тук, ну это такая, на самом деле, известная история. Короче, прикол в том, что пользуются им 25 миллионов человек, как вам такое, друзья, вот просто я, можно пока подумать то, что развод, да ладно, такого быть не может, но сам факт того, что откройте, почитайте. Вот самый интересный вопрос, который я вот, вот чему я дико рад, что я имею право полное спрашивать ровно то, что я хочу. Мой канал, как хочу, так и веду. Вот я тебе хочу задать вопрос в лоб, нахер нужен кому-то этот вьетнам? Вот я когда сюда приехал, первый, но у меня такие же мысли, я думаю, вьетнам, ребята, я вышел на улицу, там на велосипедах все катаются, на мопедах, какая-то подъезжает будочка с едой, там бутерброд можно купить за 10 рублей, я такой думаю, елки-палки, да ты чего? Но вы провели исследование, вот расскажи, пожалуйста, мне про них. Слушай, ну на самом деле у нас, вот мы же с тобой встречались в московском нашем отделении, да, то есть у агентства большое, 350 человек сейчас работает, да, ну что мы поняли, что мы почувствовали, да, почувствовали, что у наших клиентов просто, ну вот, есть спрос на покупку недвижимости за рубежом, вот, и, соответственно, ну, мы-то сели и подумали, да, типа, ну а где, где, как бы, да, ну, естественно, мы такой агент, который все время считает цифры, вот, и что мы сделали, мы просто нарисовали график, где вот по оси Х мы поставили среднюю цену за квадратный метр, да, значит, и, соответственно, по оси Y поставили прогноз роста экономики до 2023 года по данным Банка развития Азии, вот, и, соответственно, распределили страны, такие точечек красивые нарисовали, да, распределили по квадратам, да, и оказалось, ну, как бы пришли к выводу очень простому, что в Европе, например, сейчас уже цена за квадратный метр, ну, там, космическая, да, а экономика, в общем-то, и не растет, и я бы даже сказала, ну, там, отрицательный рост, в общем, прогнозируется, вот, а в Дубае, соответственно, да, ну, ты был вот недавно в Дубае как раз, там цена за квадратный метр, ну, вообще, космос уже совсем улетела, вот, в принципе, экономика растет, но, на мой взгляд, недостаточно сейчас для того, чтобы инвестировать в недвижимость там. Ну, Дубай, даже давай сделаем честный акцент, что там вроде бы как все круто, потому что там то взлеты, то падение, ну, там просто очень дорого по отношению к Айзи, да. Нет, там экономика тоже растет, да, но просто, ну, как бы, там медленнее, чем в Юго-Восточной Азии, то есть она тоже там растет, если в Европе и в США, и, там, например, в Токио, она не растет, ну, как бы, она падает вообще, да, то есть и Дубай, и Турция, в принципе, да, тоже растут, вот, но Юго-Восточная Азия растет быстрее, просто быстрее, вот, и, соответственно, мы увидели просто на данных, на графике, что все страны, которые сейчас, низкая цена входа, ну, вот, в инвестиции в недвижимость именно за квадратный метр, все эти страны в Юго-Восточную Азию, и мы такие увидели, а мы знаем Юго-Восточную Азию хорошо, потому что мы здесь до этого проработали, ну, 10 лет, на самом деле мы строили КОК-КОК, 10 лет, ну, большое время, то есть мы хорошо разбираемся просто в рынке, вот, и, соответственно, у нас, значит, что получилось, что самые крутые страны здесь, в Юго-Восточной Азии, здесь же тоже много стран, есть, там, Сингапур тоже, да, в какой-нибудь, да, там вообще тоже космическая цена, значит, Вьетнам, Таиланд и Индонезия, самые лучшие сейчас страны для того, чтобы инвестировать в недвижимость, низкая цена входа и очень высокие перспективы роста экономики. Я хочу сделать акцент, что призыва «продавайте ваши квартиры, переезжайте на ПМЖ во Вьетнам» абсолютно нет. Ребята делают акцент ровно для тех, кто привык зарабатывать на инвестициях. Купил квартиру на котловане, прошло два года, продал, забрал свои деньги, пошел дальше. Вот именно здесь сейчас, как они отмечают, как это показывает динамика рынка, такая возможность есть. Поэтому, кому это интересно, кто в этом разбирается, кто понимает, какие есть риски, я все контакты на них оставляю в описании. Можете с ними напрямую связаться, встретиться в московском офисе, по всем вопросам переговорить. Они, как агентство, проделывают здесь большую работу. И те квартиры, которые я вам сейчас показываю и рассказываю про их цены, они выбили у застройщика минус 28% при условии того, что будут скупать больше, чем 10 квартир разом. А вот сейчас квартирочка, которая вам всем 100% понравится. Необычная планировка, довольно-таки подходящая площадь, 65,75 квадратных метра. Пойдемте, я вам ее покажу. Ну, первая, входная дверь, зашли, положили ключики, разулись, проходите. Сразу нас встречает большая гостиная. Вот обратите внимание, что кухни как будто бы нет, но она есть. Проходим чуть дальше, и вот здесь сделан такой пенал в виде кухни. Отчасти это удобнее для готовки, но смотрите сами, кому как. Мне, например, понравилось расположение кухни больше, как в первой квартире. Но, тем не менее, показываем то, что имеем. Я прохожу дальше, и первая дверь, которая меня встречает, сначала не по... Что это такое? Куда это? Выход в подъезд, что ли? А это балкончик, один из. Балкончик специально для того, чтобы здесь вы могли сушить ваше белье. Ну, а почему нет? Получается, у тебя такая некая подсобная зона, окошко для туалета. Здесь окно идет в детскую комнату. Давайте я вам ее покажу. В силу того, что квартира уже обставлена мебелью, все это добавляет своего уюта. Санузел совмещенный, все есть. Заходим в детскую, тоже небольшая, но, тем не менее, грамотно обыгранное место. Поднялся, лег спать, то есть, уже для более взрослого ребенка. Вещи разложил, рабочая зона, диванчик. Такие диванчики бывают, которые можно еще и разложить. Заходим в вашу главную спальню. Здесь у вас отдельно уже второй свой санузел. И, собственно, сама спальня. Встроенный шкаф. Кондиционер, ну, в каждой комнате, само собой, разумеется. Если я вдруг чего-то не показал в кадре, это не значит, что этого здесь нет. Ну, и, конечно же, балкон. Это, получается, уже второй балкон, на котором вы, в принципе, сможете как раз себе поставить столик, стульчик и посидеть, посмотреть в окошко. Ну, и, опять же, не то, чтобы вы, может быть, кто-то покупает с точки зрения продажи квартиру или инвестиции, сдача в аренду. Короче, как вариант прикольно, потому что без балкона в таких странах квартиры, мне кажется, популярностью не будут пользоваться от слова совсем. Поэтому балкон здесь просто необходим. Давай самое главное. Цена. Эта квартира будет стоить, если переводить в рубли, порядка 7-7,5 миллионов рублей. Плюс из дополнительных расходов нужно будет купить мебель. То есть, как мы говорили, чистовая отделка будет здесь включена, нужно купить мебель. По моим оценкам, в среднем такую квартиру вот обставить, ну, приблизительно так, чтобы она выглядела как эта, будет стоить, ну, еще где-то миллион рублей. Мы перемещаемся чуть-чуть подальше от центра города, при этом мы находимся, не доезжая от этого закрытого поселка. Я вам показываю атмосферу места, очень круто, ну, серьезно, я здесь уже периодически проезжал и на такси, и на мотоцикле. Тебе может быть ничего особенного, но мне поверь, я прям кайфую. И самое интересное, пойдем, пожалуйста, это вот здесь. Представляете, идешь такой, раз, какой-то проулочек, вот давай по нему пройдемся, а ты расскажи, пожалуйста, Зеленка, немножко о жизни, как здесь устроен быт. Вот мне кажется, что это квартиры, наверное, местных, сколько здесь люди зарабатывают, чем они занимаются, вот обычные простые люди, которые вот имеют какие-то рабочие профессии. Ну, Нячанки, я думаю, это больше город туризма, в зависимости от профессии они получают разные зарплаты. Например, гиды в основном это не местные, гиды, потому что требуют языки, это обычно студенты, которые обучались в Ханой, хоть в Шмине, они приезжают сюда, у них там зарплаты могли быть там тысячи, две тысячи долларов. А местные работают в каких-нибудь там заведениях, в отелях, они у них зарплаты, соответственно, немного ниже, там 200 долларов, 300 долларов, 500 долларов, ну, в зависимости от того, где они работают. Например, заведение, забегалка в районе двухсот. Слушай, а вот есть такое понятие макашницы, знаешь, что это такое? Нет. Макашница, ребята, я думаю, вы знаете, это может быть русский, такое сленговое обозначение. Нет, кстати, велосипед, а на нем вот эта вот кабинка и там продукты, ну, типа бутерброд можно заказать, банан можно заказать. А сколько примерно эти люди зарабатывают, ты не знаешь так? Ну, ну, зависимость от продаж, но это в основном, я думаю, несколько сотен долларов максимум, потому что они обычно, там капитал маленький, низкий. То есть у них, все, что у них есть, они этим самым зарабатывают. То есть, лично им только хватает чисто на еду, может, немного у них остается, ну, денег, они там высылают в деревню, там, в своей семье, аккуратнее. Слушай, ну, прикольно, конечно, с одной стороны, но при этом 200 долларов, это для Нячанга, это вообще очень мало же, правильно? Потому что по-хорошему местные вообще там живут где-нибудь, наверное, в деревнях, да, в каких-то? Ну, да, ну, у них, как бы, во-первых, у них есть мотобайк, они могут ехать, приезжать сюда, там, 20 километров. А во-вторых, у них, как бы, и не надо платить нам за квартиру, ну, то есть, а 200 долларов на Вьетнаме, если есть чистый вьетнамский дом, ну, как рис, там, и мясо, ну, там, более-менее хватает. Ну, так он на обычном, среднем уровне. А вот за нашей спиной вообще вот то, что мы зашли, это отель тоже какой-то, что ли? Нет, это просто дом, видимо, у них, они только недавно построили, он относительно новый, потому что, если бы его до 5 назад построили, он уже был бы немного, как бы, такого плана. Слушай, а сколько, ты вот, не знаешь, примерно стоит, вот, самое доступное жилье здесь, вот, с точки зрения простых местного, простого местного населения? Ну, я, насколько я знаю, в центре города, по-моему, не в центре, вот где-нибудь в таких местах, да. Ну, я думаю, что за квадратный метр, наверное, 2 тысячи долларов за квадратный метр, в центре, если, там, 5 тысяч, вот, 2 тысячи, полтора тысячи, если подальше от города, километр 20-30 отсюда, да, может быть, я даже не знаю, несколько сотен долларов за квадратный метр. Ну, в деревнях там, да, но инфраструктуры там нет, то есть там ничего нет. А вот здесь, с точки зрения инфраструктуры, в этих квартирах газ, центральная канализация, водоснабжение, это все есть? Да, все это есть, но тут самое плохое, что тут обычно мало убирает, и, как вы видите, везде тут мусор. Антисанитария, так называемая. Ну, то есть просто люди привыкли бы убрать мусор тут, и тут, например, вечером в 5 часов приезжает там, ну, женщина, которая с тележкой, она убирает мусор. То есть, например, по сравнению с квартирой, где всегда есть уборка, там, услуга, то есть сервис, то это, конечно, вот видите, тут может все валяться так целый день, если никто не убирается, не будет убираться. Слушай, хлеб валяется, так-то тоже непростое дело. Обычно же хлеб нельзя бросать, и, соответственно, его, как правило, сюда поднимают с пола, а здесь, видишь, валяется. Кто-то там брякает, ругается. Ты никогда не задумывалась и не сдалась вопросом, вот почему вроде бы Вьетнам, такое сплоченное население, наверное, я не совсем знаю, почему бросают мусор, почему сами себя не наказывают, не ругают. Казалось бы, да, человек живет, там, нашвырял он мусор прям себе под дом, и нормально. Я думаю, это, наверное, из воспитания, то есть так просто привыкли все, но так и делают. Хотя сейчас пытаются молодое в школах детей об этом обучать, но пока что результаты не очень видно. Ну, то есть в переулках везде почти всегда так, по всему Вьетнаму. Если у вас, например, даже собачка, у вас сосед имеет собаку, он может просто собаку прийти через, ну... Сделать свое грязное дело перед вашим домом, и никто не уберет, и вы выходите, и у вас там такой подарочек. Мы ходим, общаемся там с туристами, кто сюда переехал работать, а издаем один и тот же вопрос, там, плюсы, минусы. Вот это здесь как бы пожила, ты... Так, сейчас он просто... Так, не рвайся, пожалуйста. Плюсы, минусы, вот тебе как гражданину Вьетнама, вот что тебе прям вот сильно нравится? Ну, во-первых, мне нравится, что у нас где-то 67% это молодое население, это у нас очень сильная динамика. Вы просто, когда приходите, например, на какую-нибудь улицу, вы ощущаете всю жизнь. Например, если в Европе вы ходите, там, знаете, в туристических местах все пожилые люди, все такие старые, а во Вьетнаме всегда молодежь, всегда все бушует, всегда динамика. Это дает очень большой заряд энергии, то есть, иногда, например, когда мне скучно, мне там хочется оживиться, я просто выхожу на улицу, сидишь, большой поток людей, мотобайки, звук, и это помогает создать, ну... То есть, вот эта дежуха города молодая, тебя это заряжает? Да, мне нравится эта динамика, то есть, по сравнению с Европой, ну, там, все так, это уныло, все скучно, и как-то так, а я это как бы... Понял, дальше. Вот, ну, во-вторых, мне нравится, что тут очень гибко, тут не так все, как бы, зарегулировано, и тут есть потенциал роста, то есть, можно заниматься многими бизнесами, то есть, например, у нас молодое поколение, примерно, моего возраста, никто не желает нам работать на кого-то. Все хотят открыть кафе, ресторан, иметь какое-то свое дело. У меня друзья, например, в основном, там, через какое-то время после того, как они поработают, они уже что-то свое хотят делать, то есть, очень большой потенциал для роста и большой потенциал, ну, то есть, большие шаги, шансы открытия своего какого-то дела. А вот такой вопрос, с точки зрения доходов, вот, если, допустим, молодой человек, там, вот, моего возраста, мы с тобой ровесники, сколько здесь нужно зарабатывать, чтобы ты уже чувствовал себя комфортно, именно как средний класс? Это тысяча долларов, две, три, пять, вот такие реалии. Ну, если, ну, если у вас есть недвижимость, вот, и вам не надо снимать квартиру, то, я думаю, в принципе, районе 400-500 долларов можно жить свободно. Это жить свободно, а чтобы ты уже мог зарабатывать, там, на ту же самую недвижимость покупать, машину себе покупать, путешествовать, то есть, знаешь, так, уже жить, так сказать, на широкую ногу. Ну, это надо хотя бы зарабатывать хотя бы тысячу долларов в месяц и при этом иметь, как бы, бизнес-закалку, то есть, нужно инвестировать куда-то, то есть, просто на зарплате никто же не живет, правильно? Надо инвестировать, там, я не знаю, ну, недвижимость, в акции. Короче, если здесь зарабатывать 5-10 тысяч долларов, это, по-нашему, 300-600 тысяч рублей, ну, это для наших, то тут ты нормальный. Ты бог. Короче, друзья, все те, кто зарабатывает свыше 20 тысяч долларов, это свыше 1 200 000 рублей, вы будете белый господин. Да. Но при этом, вот скажи по-честному, вот вообще, как в целом относятся к туристам, включая Россия, Украина, Беларусь, я обобщу русскоговорящим, Америка, Китай, кого любят, кого не любят, есть такое, ну, вообще, в целом? Ну, на самом деле, финансы очень дружелюбные, вот, и вы знаете, мы ограничим с Китаем, вот, и это такой очень чувствительный момент, и мы, как бы, в основном, потому что мы с Китаем ограничиваем, и поэтому мы всегда стараемся со всеми дружить. С американцами, русскими, с китайцами, ну, неважно, вот, а с русскими у нас связывает очень дружеские отношения, то есть раньше у нас очень-очень многие люди учились в России, например, все богатые сейчас вьетнамцы, в топ-5, они все выходцы из, они обучались в России, например, владелец Вингрупп, это самый богатый вьетнамец. Он учился в России, потом он открыл вмешательную компанию на Украине, вот, и очень многие, очень многие, например, биджет, это наш локостер, это тоже девушка училась в Плехановском университете, ну, женщины вернее, вот, и то есть у нас очень много выходцев, у нас политическая элита старшего поколения, вот, она тоже обучалась в России многое, то есть у нас имеется очень теплое отношения, если вы пройдете, скажете, что не на русском, к вам может пожилой человек вернуться сказать, ой, я знаю русский язык, вот, в таком плане. По крайней мере, друзья, сколько я здесь находился, передвигался, какого-то негативного взгляда на себе, небрежного отношения я не замечал. Слушай, добавь, пожалуйста, ты-то сама тоже же обучалась в России? Да. Где ты получала образование? Ну, я училась в школе, а так я русский выучила, потому что мама приехала. А, все, друзья, меня вводили в курс дела, ты прожила в России, училась в русской школе, потом ты уже по окончанию школы вернулась обратно во Вьетнам. И закончила здесь местный вуз, и ты обучалась на факультете, связанном с языками. Да. Ты знаешь вьетнамский язык, ты знаешь русский язык, какой еще? Английский. Три языка знаешь? И все знаешь свободно? Ну, да. Вот так вот, ребята, вот так вот. Вот вам, пожалуйста, средний класс, девушка из Вьетнама. Слушайте, вот это вот мне скажи, что это такое? Нифига себе. Почта? Посыльный голубь? Ну, по комплекту, вот это голубь, ну, вот это само здание, мне кажется, они сдают в аренду, сдают в аренду жителям из других регионов. Нет, а просто мне непонятно, а зачем голубь в клетке? Ну, просто они ее выращивают, или они могут продавать, то есть сделать какой-то мини-бизнес. У нас в Вьетнамце зарабатывают на все, все, что можно. То есть даже птичку можно так вот вырастить и кому-нибудь это... Да, пытается. Понятно, ребята? Вот некоторые говорят, ой, работы нет, вот тебе, пожалуйста, поймал красивого какого-то гуся, вырастил его, он пустил яички и все, и начал зарабатывать. Ну, атмосферка, конечно, по-своему, ну, зацените, перед тобой стена. Какие-то тут насаждения сделали, сушатся вещи, то ли сушатся, то ли, как бы, получается, знаешь, шкафчик, да, уличный. Лежит шикарный кот, просто балдеет, ну, прикольно. А сейчас я вам покажу ровно то, что некоторые любят. Вот мы снимаем, там, недвижка, там, о, тараканы, тараканы. Ребята, зацените, зацените вот этого мальчика, как он вам, а? Вот такой по спине, по спине, а если 10, а? Вот это, вот это, настоящий таракан. Азия, ребята, всем жарко, на бизнес-встречи подают виски с колой. Изумительно, я шучу, это холодный кофе. Слушай, Олег, вот расскажи, ты русский человек, ты находишься в чужой стране, но ты здесь активно, да, с командой, вы занимаетесь бизнесом. Как вы вгрызаетесь вот в эту контору, вы приходите, вьетнамцы, они говорят, а, порядки очереди, покупаете очереди. Я знаю, что здесь есть интересные истории с точки зрения продаж. Вот послушайте внимательно. Если у нас в стране ты можешь прийти в любой день, посмотреть объект, купить квартиру, то здесь все происходит наоборот. Вот расскажут эти детали. Ну, здесь рынок очень бурный, и все происходит достаточно быстро. То есть обычно, когда крупный застройщик запускает какой-то проект, он делает, устраивает сейлз-эвенты, на которые нагоняют людей, там, тысячи. То есть зачастую это какие-то концертные залы, стадионы. За одно мероприятие могут продать тысячу, полторы тысячи квартир внутри одного микрорайона. Это все происходит буквально за часы. То есть именно те люди, которые умудряются войти в проект на самом начальном этапе, именно они снимают в итоге все сливки с рынка. Вот. То есть, ну, вот это вот основной момент. Чем занимаемся конкретно мы? Мы пришли к тому, что мы не продаем недвижимость как таковую. То есть если человек хочет купить себе квартиру для жизни, он сам должен выбирать. Ты идешь, смотришь разные объекты, как вы сегодня ездили, смотрели, сравниваешь, выбираешь то, что тебе интересно. Мы продаем исключительно инвестиционную возможность. То есть мы находим тот проект, который с нашей точки зрения кажется наиболее востребованным с точки зрения локации, сегменты рынка, где надежный застройщик и так далее. Дальше мы идем к застройщику, говорим то, что мы вам приведем 20, 30, 40 клиентов в течение 1-2 недель. За это мы получаем дополнительные условия и скидки. То есть в случае, например, с проектом, который мы смотрели сегодня, мы с застройщиком договорились о том, что мы до 15 ноября выкупаем 20 квартир. За это застройщик дает нам 28% от официального прайса. То есть гигантская скидка. И так мы входим на начальном этапе строительства. И так все люди могут хорошо заработать. Но тут у тебя еще дополнительная скидка 28%. То есть мы берем именно тем, что мы договариваемся с застройщиком об оптовом выкупе. Многие в Вьетнам выбирают для отдыха. Хотят прилететь в отельчик и закайфовать. И вот вам одно из таких райских местечек. Ну зацените, зацените, как в том самом фильме. В каком, додумайте сами. Вот это пятизвездочный отель. Я вам его показываю только лишь для примера того, чтобы можно было понимать, как можно неплохо провести свой уикенд. Вы приехали сюда, здесь совсем другая жизнь. 10-15 минут вы вот, например, находитесь в центральной части города. Ну, например, там, где был рынок. Но здесь, естественно, в силу того, что отель все нализано, все чистенько. Бассейны есть с пресной водой. Бассейны есть с морской водой. У них здесь свой пляж. Здесь есть свои виллы. Вот я вам показываю все эти кадры. Ну, как вам такое? Конечно же, это совсем другой Вьетнам. А эти кадры я вам показываю исключительно для объективности. Как я сказал в самом начале выпуска, что во Вьетнаме я впервые. И когда я сюда летел, я думал то, что это какая-то дыра. На деле, ребята, все здесь есть со своими плюсами и минусами. Есть жилье очень дешевое. Можно прожить там буквально на 30-40 тысяч рублей. Есть крутейшие дорогие отели. Есть хорошие качественные рестораны. Есть огромный выбор магазинов. Все есть. Подчеркиваю, что Нячанг – это туристический город. А рядом есть столица – Ханое. Там совсем другой уровень жизни. Поэтому Вьетнам на любой кошелек. Абсолютно. Когда я сюда приехал, первый день после Дубай, мы поехали кататься на байке. Вот это я прям действительно кайфанул. Я еду на скутере, в шлеме, несусь в горы. И вот когда я уехал чуть подальше от города, когда нет вот этого запаха еды, специй, мы начинаем подниматься вверх. Я почувствовал дуновение легкого ветерка. Что-то цветет, такой приятный запах. Много кислорода. Вот это прям, знаешь, прям заряжает тебя энергией. Ты прям такой думаешь, блин, вот это прикольно. Конечно же, хочется подняться куда-то в горы, там, не знаю, в джунгли зайти. Но это отдельная история. Но при этом, вот подойди, пожалуйста, поближе. Вот постепенно застройщика-то идет. Вон там строится какой-то жилой комплекс. На первом этаже будут идти, как говорят, виллы. Плюс ко всему, плюс ко всему, у этого застройщика в планах сделать на первых этажах люксовые магазины Dolce, Gucci, Louis. В общем, все, как любят некоторые богатые люди. Контент сам идет в руки. Присели на обед, заходит Дмитрий. Диман, привет. И говорит, день воскресный, день чудесный. Вроде бы вчера ты снимал в Дубае. Диман, очень приятно, что мы вот так вот случайно встретились с тобой, с акционером во Вьетнаме. Расскажи, пожалуйста, просто интересно послушать, откуда ты, как давно ты здесь находишься и почему именно здесь? 8 или 7 июня прилетел сюда. До этого 6 лет жил в Сочи. Здесь уже 5,5 месяцев. Я большое количество стран еще в прошлом году, летом начал как бы с Америки просматривать все страны для переезда. Потом зима была холодная очень в Сочи. То есть она подтолкнула. Быстенько определялись, хотели в Турцию поехать. Но в Турцию на тот момент из огромного количества наплыва российских и украинских туристов цены просто взлетели в космос. ВНЖ не выдают огромное количество. Ну и смотрели куда. Что-то тут просто. Я даже еще в начале года не знал, где на карте Вьетнам находится. А тут как бы, хоп, Вьетнам пару роликов посмотрел. Что-то, ну давай, взяли билет. Диман, ну ты стильный парень. Я смотрю, у тебя прикольная прическа, очки стильные. У тебя какая-то штука там на руках есть. Шарфик такой. Это чтобы не сгорать, я просто ездил из-за этого так. Защита. Чем ты вообще занимаешься? Вот людям будет интересно сказать, Диман, полгода во Вьетнаме, где-то там пожил. Можно узнать? Ну последние где-то пять лет торговые роботы на Форексе. Последние полтора года крипта, то есть суммарности все это. Как бы у нас свои разработчики по роботам, плюс техническая поддержка, обучение. То есть мы все даем. То есть суммарность людей обучаем. Ну и сам криптой как бы мне интересно. Ну хватает? Ну как видишь, живет. Нормально? Чувствуешь себя комфортно? Ну как бы ты же должен понимать, что для Вьетнама большие деньги особо не нужны. Да здесь и неохота тратиться, тут вот живешь просто в кайф. То есть в шесть утра просыпаешься, утренняя зарядка, кофе, завтрак. То есть тут как бы сравнивать Россию и Вьетнам, это вот вообще не то. То есть тут совершенно другой мир, совершенно другие понятия. Если там российскому человеку, я вот рассказываю, что мы сидим тут, грубо говоря, на обочине, пьем кофе. Они там представляют свою обочину в России, как бы да ты что там. А хотя как бы здесь такой, как бы люди все с утра выходят, пьют кофе в обед, вечером, кофейни тут просто. Слушай, ну раз мы заговорили просто про деньги, просто интересно послушать следующее. Сколько ты тратишь здесь за жилье и где ты живешь? Ну кратко, что это такое? Квартиру я недорого снимаю, в целом где-то, наверное, в районе 200 долларов. 200 долларов. 12 тысяч рублей. Даже дешевле, наверное, если посмотреть. То есть если ты хочешь, чтобы у тебя был лакшери, это в любом случае будет дешевле, чем, допустим, я в Сочи снимал за 45 тысяч квартиру. Ну у меня как бы был вид хороший, да, там отдельная спальня, парковка, как бы, ну как бы и все. А здесь за эти деньги ты, во-первых, здесь можешь снять неплохой дом на Анвене, где-нибудь в центре у тебя будет в высотке какая-нибудь квартира, квадратов под 50, может 60, плюс бассейн в комплексе. На питание? Вот в месяц, например, в среднем сколько денег уходит на еду? Ну вообще мало, я не знаю, ну вот в 4-5 раз дешевле, чем в Россию у меня уходило. То есть тут вот кофе попить 40 рублей, там позавтракать, если да, это 70 рублей, там 80 рублей. То есть я живу, как живут обыкновенные вьетнамцы. То есть я приехал без всякого пафоса, то есть они на обочине, я с ними. Они там в каком-то кафе, я тоже с ними. То есть я живу их не жизнью. И мне в кайф, то есть я до этого два года не ел мяса. То есть сюда приехал, тут супы у них такие мощные, там супы не ел, допустим, огромное количество времени. Тут тоже начал, тут ну, то есть... Прикольно. Да, здесь огромный выбор всего, то есть фруктов, овощи. Как ты думаешь, тебе с супругой на двоих с учетом аренды жилья, вот в месяц, вот сколько должно быть денег в рублях? Вот так, чтобы вот вы могли питаться? Ну, штука баксов, наверное, да, это вот прям, ну еще не шоковать. То есть понятно, что можно и на 2, и на 3 тысячи жить. Тут вопрос просто, ты и на тысячу долларов с семьей, в принципе, можешь жить как бы достаточно лучше, чем в России. При условии климата, выбора продуктов, овощей там. Ну и вообще, сами вьетнамцы, если вы здесь как давно, недавно, недавно приехали, вьетнамцы, они очень такие прям... Важный вопрос безопасности. Все, с кем я общался, я им задавал этот вопрос. Ответ следующий, что здесь действительно присутствуют кражи. Но здесь не бывает насистенных разбоев. Что это значит? Если вы пришли на пляж, оставили ваши вещи, телефон, деньги и пошли купаться в море, их запросто могут украсть. Вплоть до того, что у вьетнамцев есть специально обученные собаки. Об этом нам рассказывал как раз Дмитрий. Что собака подходит, берет сумку, относит ее к своему хозяину, который сидит уже на скутере вдоль дороги и уезжает. Но такое, чтобы вы, например, где-то шли, на вас напали, вас избили, вас пытали, насиловали и что-то вас отняли, такого быть не может. В основном это мошенники такие, они могут просто из-за того, что ты невнимателен, там, не знаю, украсить себя что-то. А такое, чтобы прям с оружием или, знаете, с ножом вас прижали к сынке, такого нет у нас. В основном мелкое мошенничество. Расскажи, чем ты зарабатываешь, чем ты занимаешься, где ты работаешь? Ну, на данный момент я работаю переводчиком, вот, и в последнее время я часто занимаюсь продвижением бизнеса в основном. Ну, то есть многие компании заходят сюда или многие хотят, там, в рекламскую компанию выйти на нежаводный рынок, я этим занимаюсь. Ну, помогаю им. Ну, вот тебе со знанием, смотри, английского языка, там, и вьетнамского, русского, то есть ты можешь, там, переводить на три языка и помогать продвигать бизнес именно во Вьетнаме. Если это, конечно, не секрет, сколько вот можно плюс-минус зарабатывать? Ну, обычно, если в офисном работнике, в среднем, которые знают языки, они, наверное, зарабатывают где-то тысячу долларов. А у меня из-за того, что, ну, я уже долго работаю, и меня уже многие знают, у меня по рекомендации, это уже зависит от проекта. То есть я могу месяц, там, несколько тысяч долларов зарабатывать. Ну, короче, две тысячи долларов, если ты делаешь, это хороший месяц, правильно? Ну, хороший, это где-то, наверное, 4-5, а в среднем ты еще, наверное, да. Очень много у вас здесь морепродуктов. Да. Свежие. Расскажи, пожалуйста, или посоветуй, вот, допустим, приезжает турист сюда, вот что ему реально стоит попробовать, вот, может быть, хоть твое любимое блюдо, что ты любишь больше всего? Ну, я люблю моллюски в сыре, это, знаете, сочетание Азии и Европы. То есть это именно такая, очень вкусно делает это все, вот. Ну, обычно, если морские продукты, кушайте на побережье, это всегда самые чистые и, как бы, самые свежие продукты. Да, да, маленькие, да, да. Слушай, а бывают еще какие-то экзотические блюда, я не знаю, конечно, как к ним относятся, червячки, паучки, тараканчики, лягушечки, змеи, еще что-то. Это реально любят местные есть? Ну, это любят, но это не так дешево, то есть это обычно сидят по праздникам. А, это деликатес? Да, это считается деликатесом, но их не едят каждый день, обычно, знаете, когда друзья собираются, там, знаете, что-то приведет, я могу подать друзей, слушай, у меня там какие-то крутые, любят личинки дома, там, ну, или такого плана, вот. Ну, а что, прям вкусные? Да, вкусные. А такие вещи, типа, креветки, какие-нибудь лобстеры, крабы, вам, наверное, уже просто неинтересны, или как? Не, ну, это тоже очень вкусно, и мы всегда это едим, например, в Нячанг, когда приезжаем, там, какие-нибудь города, которые у моря, всегда все в Витнамсе это едят. Кристина является креативчиком в компании, она посчитала, что у нее есть крутейшая идея для всех тех, кто хочет приобрести себе квартиру, там, в качестве инвестиций, либо, там, для любой другой цели. Кристина, расскажи, что ты тут придумала? Слушай, ну, тебе понравилось же ездить на велорикше, да, мы сняли такой классный эпизод, и мы решили, что каждому 15-му нашему клиенту мы подарим вот такую вот машину. Так выглядит местный транспорт, самый доступный. Вот у нас есть в России автомобили, самый доступный, а здесь, вот, действительно, в прямом смысле, местный транспорт самый доступный. Вот обратите внимание на детали. Вот ваше место, да, давайте. Сейчас мы с вами сделаем тест-драйв. Садимся. Вот здесь у тебя идет тормоз. Если ты поехал чуть вперед, а ехать у тебя вот ручка, да, он с электромотором, чуть газ худал, да, и полетел. Опа, остановился. Запас хода у него примерно, ну, как водитель говорит, там, 15 км. Естественно, когда ты в горочку, расход больше, и ножками-ножками можно крутить педальки вперед. Далее, обратите внимание на такие моменты, как, подойди, пожалуйста, поближе, эти ленты светодиодные. Это подсветка, ребята, это подсветка, потому что в вечернее время ты едешь и просто светишься весь как огонек. С одной стороны красиво, с другой стороны безопасно. Ну, и, конечно же, комфортабельное сидение с декоративной отделкой из эко-кожи. Друзья, ну, что еще нужно для счастья? Спокойно присел, в дождливую погоду накидывается ветровик, в солнечную погоду ты можешь откинуть крышу и наслаждаться жизнью. Налогом не облагается, бензином заправлять не нужно, заряжать можно самому путем поездки в горочку прокатиться. В общем, средство замечательное. Ну, во-первых, вы можете получить дополнительную доходность. Полтора доллара в час, друзья, в среднем труд человека здесь ценится, соответственно. Короче, я надавил на них, говорю, ну, это не серьезно, нужно что-то еще. Это как бы, да, прикольно, кто-то посмеется, скажет. Короче, друзья, вывожу вам на экран скутер. Вот это уже разговор, согласитесь? Соответственно, кто будет приобретать, связываться, остаются все контакты на них, в частности на Кристину, и спрашиваете, где мой скутер? Я хочу купить, давай мне мой скутер, чтобы я на нем мог здесь передвигаться. Потому что вот как скутер, вы сами прекрасно видите, вот это здесь прям транспорт номер один. Везде запаркуешься, передвигаешься, вопросов нет. И сейчас мы вам хотим показать интересное местечко. Многие, кто отправляются в Азию, всегда отмечают эти места. Я, приехав сюда, мне многие говорят, приедь в это кафе. Но это не конкретно то, что все рекомендуют, но смысл у него точно такой же. Эо. Здравствуйте, видали, ребята? И фишка этого кафе заключается в том, что ты приходишь, на столе у тебя стоит гриль, тебе приносят полноценно угли, вот это все вытяжки, и тебе приносят сырые блюда. Они уже подготовлены, они уже замаринованы. Так, например, мясо различных видов. Мы сейчас присаживаемся и начнем все это дело сами готовить и пробовать на вкус. Звонка, скажи, пожалуйста, вот в реальной жизни это популярное заведение с точки зрения принятия пищи с семьей, с друзьями, как это вообще происходит? Да, это очень популярная тема, то есть это очень модная тема, почти эта сеть она везде есть. И тут приглашать не только семью или друзей, а также партнеров по бизнесу. Потому что, во-первых, она по цене очень оптимальна. То есть ты можешь выбрать все, что хочешь, а во-вторых, как бы тут достаточно все прилично, чтобы пригласить какого-нибудь там партнера на посиделки какие-нибудь. Фишка заключается в том, что здесь идет система шведский стол. Вы платите одну тысячу рублей с человека и количество блюд не ограничено. Как мясных, так и морепродуктов. Вы можете сидеть, есть, 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 но отдадите за все тысячу рублей. Напитки оплачиваются отдельно. С собой забрать ничего нельзя. Далее, вот эта история сейчас нагревается и можно начинать готовить. Пожарил, положил горячее, съел. Поболтал, еще пожарил, положил горячее, съел. Хватай ее. Популярный. Опа, пошла. Маслами, я так понял, мазать ничего не нужно, потому что она и так жирная, да? Да. Ты какие блюда вообще любишь в целом, вот из местной кухни, вот из того, что здесь представлено? Ну, я люблю малькродукты, говядину, рис еще обязательно. Без этого никуда. А рис каждый день, да, вьетнамцы едят? Да, мы едем каждый день. Ну, это связано с чем? Что это очень полезно, это питательно или просто так получилось, что каждый день рис – это хорошо? Ну, это традиция просто. У нас просто рис везде выращивается, и он как бы недорогой. Сколько стоит килограмм риса? Обычный срок где-то 13 тысяч, это может быть полдоллара, а вкусный срок где-то доллар за килограмм. Короче, 30-60 рублей. Так, ребята, первая порция готова. Все, чуть-чуть в соус и пробуем. Мм, обалденно. Кукушка. Вот просто сочетание мяса плюс чуть-чуть жир, ну, вкусно, это говядина, друзья. Залетает на ура. Я бы сказал то, что все прям по-европейски, нет чего-то такого, нашего, азиатского, еще чего-то. То есть, прям вот, еда, в принципе, как дома, ну, серьезно, очень вкусно заходит. Так, ребята, как вы можете видеть, сидим мы уже довольно-таки долго, солнышко за окном садится, а тем временем пожарились у нас осьминоги. Поехали. Счастливо. Ммм. Просто сверх нежные. Вкусно, ну, чистый белок, друзья, прям чистый белок. В меру хорошо замаринованный. Кальмар. Огонь. Ребята, ну, пушечный выпуск. Ну, поставьте вы, блин, этот лайк. Напишите ваш комментарий с советом, что вам понравилось, не понравилось, чтобы в последующем я учел ваше мнение и сделал еще лучше. Касательно еды в целом, за все то время, что я здесь пребывал, ни разу я нигде не отравился. И это очень важно, потому что пищевое отравление, это действительно дело страшное. Приходишь в кафе в некоторые на рынке, запах может быть неприятный. Прямо вот действительно кажется, что антисанитария. Но по факту заказываешь блюдо, ешь и все хорошо. Но, подчеркиваю, следите за гигиеной. И пока я нахожусь в Ничанге, я хочу попробовать снять еще один коротенький ролик-блог с полноценным отзывом лично от себя. Поэтому обязательно подпишитесь, если вы этого еще не сделали, ведь дальше будет больше интересных сюжетов. Также подписывайтесь на все социальные сети, которыми вы пользуетесь. Все ссылочки актуальные ждут вас в описании. От себя лично хочу сказать огромнейшее спасибо команде HomeApp, в частности Кристине, Олегу, Алексею, их директору, и всей команде, которая принимала участие в организации всего процесса. Этот выпуск получился по-настоящему большой. Благодаря их профессионализму и умению договариваться с людьми, мы успели все это дело отснять буквально за два съемочных дня. Все контакты на них ждут вас в описании, ну а я еду дальше делать ровно то, что я умею, чтобы вам было что посмотреть. Это Вьетнам, Нячанг, до новых встреч, всем пока-пока.